Всем привет, просили unpacking, делаю, мне как раз пришло три посылки, так этот конверт пришел из Франции, интернационал хип-хоп магазин, я так понимаю, что это от Леди Ка, она обещала присылать мне журнал, сейчас посмотрим, ну да так и есть это Париж Тамкар, французский граффити журнал вот собственно леди Ка, так посмотрю потом, но наверное главное, что пришла эта посылка из Испании, она пришла несколько недель назад, стояла, ждала своего часа, пока я сниму ее распаковку обычно посылки из Испании идут примерно там 14-20 дней и стоит доставка примерно 15-20 евро поэтому лучше всего скидываться с друзьями, заказывать вместе с кем-нибудь, чтобы разделить доставку на 2-3 человека тогда это выйдет намного дешевле, чтобы не платить одному эти деньги, а заплатить сразу с несколькими друзьями так что у нас здесь наклейки от Русо и карты метро это даже сделано довольно-таки компактные карты удобные карманы мы на них тоже нарисуем за них отдельное спасибо так, это что у нас такое? это подключи и браслетики Montano Colors как говорит моя девушка, лишний хлам очередной но ей нас не понять нам нравится такой хлам это что такое? это брелок фонарик пушка покрою Vekman стикеры моток довольно-таки большой Vek фотографии с инстаграма плеток Мадрид на ключи повешу, буду ходить так, это у нас сквизер, заправленный черной заправкой Moldavian Industries Ecopaint, Ecoline не пробовал, интересно попробовать Blanca White белая заправка довольно-таки пустая фантом инк фантом инк фантом инк это стелс она пишет прозрачным заправка а потом под действием ультрафиолета выгорает и становится темно-коричневый в зависимости от поверхности от поверхности и от цвета который на нее падает иногда она выгорает минут 15-20 начинает уже проявляться иногда несколько дней и пишешь как бы под каким-нибудь фонарем где-нибудь скажем в вагоне и она там через 2 дня выгорает цвет такой коричневый который особо не стирается а раньше у нас был бум я помню в моем городе все такими тегили но потом это как-то отошло она довольно-таки дорого стоила и перестали особо использовать Fake Acid давно хотел попробовать эту заправку этот сквизер стоит около 8 евро она пишет как кислота но не является ей то есть в Испании например когда коммунальщики местные видят теги с кислоты старые такие видно что они уже старые что давно висят они проходят их стороной и даже не пытаются стереть поэтому местные используют такие заправки они ее придумали как бы они пишут и она выглядит как кислота но на самом деле это просто чернила поэтому коммунальщики увидев такой тег думают что он старый и давно уже висит и раз его не стерли и даже не пытаются попробуем в русских реалиях как это будет так это что такое так это скрейчи для стекол и еще один сквизер с зеленой заправкой довольно таки густой цвет плотный даже интересно попробую попробую как он пишет так еще наклейки с тропом моток ну наверное главный товар этого магазина это самодельные помадки которые они сами нарезают мне не нравятся из-за размера потому что они удобные маленькие хорошо в руке лежат из-за необычных сочетаний цветов ну здесь например желтый красный темно-синий так ну это желто-черный сейчас найдем что-нибудь пока попадаются так здесь например черный темно-зеленый темно-синий красный оранжевый желтый здесь темно-синий синий зеленый здесь синий темно-синий желтый красный зеленый темно-зеленый Довольно такие интересные сочетания цветов, необычные, фиолетовый, белый, красный, зеленый, оранжевый, темно-зеленый. Скоро собираюсь выложить видео с обзором на Solid Marker и вставлю эти маркеры тоже туда, чтобы ну вы увидели как они пишут. Если кто-то не видел в инстаграме или не знаком с этой продукцией, то как раз сможете увидеть как они пишут. По поводу цены, одна такая помадка стоит 5 евро, если берешь 5, то они идут по 4 евро, но с этим продавцом можно иметь дело и договариваться, поэтому можно договориться на самом деле на более крупную скидку, если брать больше. По поводу доставки, это главная наверное проблема, она будет стоить около 15-20 евро в Россию из Испании. Мне он высылал это перед новым годом и поэтому из-за новогодних праздников испанская почта не работала и посылка лежала почти месяц в их отделении, прежде чем дошла до русской таможни. Обычно когда я заказываю где-то что-то из Европы и чтобы не платить много денег вот так за доставку, можно просто скидываться с друзьями. Кто-то хочет там заказать себе то, а вы что-нибудь другое, вы просто скопируетесь на один адрес заказываете и просто делите на двоих, на троих, на четверых деньги за доставку, поэтому это намного выгоднее. Так и третья. Третья это у нас пришли стигеры из Вологды. Весит они конечно нормально. Вот такие вот стикеры, новая партия на толстой бумаге. Если кому интересно сколько стоит и где печатал, то пишите в комментарии, я скину в инстаграме потом в историю ссылку на парня, через которого я делаю эти стикеры. Ну цены примерно везде одинаковые как и во всех типографиях и просто мне нравится когда этим занимаются те кто сам рисует граффити. Как бы такая своего рода поддержка. Я знаю, что парень рисует, ему нужны деньги, поэтому мне легче заказать у него эти стикеры, чем в какой-то типографии, которая не имеет отношения к граффити. Плюс всегда можно договориться о скидках, о чем-то таком. То же самое и с заправками, маркерами. Я знаю, что крупные компании делают тоже граффити продукцию, но они пытаются на этом просто заработать. А этот парень рисует каждый день и поэтому иметь с ним дело для меня лучше. Поэтому мне нравится иметь с ним дело. Я знаю, что он сам каждый день тегает и в метро, и на улице, и сам тратит свою продукцию. Рисует поезда, стриты. Он поддерживает меня, я поддерживаю его и этот мир. Нас так мало, поэтому друг другу помогать нужно. Хочу заметить сразу, что это не реклама и мне без разницы, купите ли вы у него маркеры или закажете ли вы стикеры. У этого парня. Вы просили меня показать, что мне откуда приходит и рассказать об этом, я рассказываю. Ссылки, если будете просить, я естественно прикреплю, если кому будет интересно и нужно. Всё, всем пока. Так, ну пока я монтировал видео с анпакингом, пришло ещё два письма и поэтому я решил бонусом вставить их в это же видео. Чтобы не ждать, пока накопится новое количество для следующего. Так, это с Москвы. Я понимаю, что здесь кулончик. Вот такой вот тег. Вырезанный. Делает очень талантливый граффити художник из Москвы. Который занимается такими украшениями. Ссылку выложу на него в инстаграме, если кому интересно. Крутая работа. Видно, что сильно старался человек. Это всё сделано вручную. Я так понимаю, вырезать долго. Серебряная цепочка и мельхёровый кулон. Буду теперь как цыган с украшениями ходить. Топ, вообще топ. Так, ну и второй конверт. Второй конверт вообще пришёл из Италии. Но я ждал наклейки от Акроя. Вообще Акроя из Америки. Но письмо почему-то из Италии. Буланки. Спасибо Акрою. Италии Three Продолжение следует...